Рекламно-информационная программа. Добрый день. 12 часов и 6 минут в нашем городе. У микрофона Владимир Сметанин. Сегодня 6 мая. Но это для тех, кто, возможно, потерял счет дням и времени, минутам и секундам и часам. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Ветич». Добрый день, Владимир. Да, Лавович, приветствую. Радиослушатели тоже сам. Ты не потерял счет? Нет, я жив, я бодр, свеж. Я как-то вот в последнее время встречаю с соседями по подъезду. Потерянных людей? Да, да, да. И в чем выражаются? Знакомых они спрашивают, какое сегодня число, какой сегодня день недели. То есть, вот видишь, эта самоизоляция, она вообще заставила многих людей в космос просто-напросто улететь и оторваться от жизни по полной программе. Ну, я думаю, что, во-первых, мы все вернемся. Вернемся? Вернемся, да. Ну, кстати, я хочу вспомнить об одной примечательной дате. Мы же с тобой сегодня общаемся накануне нашего профессионального праздника, твоего в том числе. День радио, завтра, 7 мая. Ну, отчасти, да, согласен. Словно, ровно 125 лет назад Александр Степанович Попов продемонстрировал всему свету, что вот можно передавать информацию. До сих пор непонятно. У нас все-таки Маркони или Попов? А вроде как патриотично. Говорите Попов. Слово такое ругательное, да, зачастую. Патриотично вроде как говорить, что все-таки Попов. Маркони не трогайте. Ну, самое интересное, я слушал выступление американца на каком-то из форумов, ну, какой-то преподаватель Массачусетского, по-моему, университета. Он говорил о том, что, ну, русские молодцы, то есть они придумывать могут вот ваш Попов. Он же начал раньше Маркони. То есть передача радиосигналов Попов сделала раньше Маркони, но используя его в промышленном варианте Маркони, и лампочки накаливания были сделаны яблочком до Эдисона, но заработал на этом Эдисон. То есть, как все это часто бывает, придумали наши, а на поток поставили... Американцы. Да, на Западе. Американцы в первую очередь самые расторопные ребята на этой планете. Я напоминаю, что мы неделю не виделись, накопились новости, естественно, да, связанные с компанией Вятич, и хотелось бы начать с вопроса, какое продолжение получила история с отправкой безалкогольного пенного напитка в Германию. Есть уже какой-то отклик? Мы достаточно много времени посвятили этому в предыдущей передаче. Смотри, там ситуация следующая. Мы, во-первых, отправили эту партию, то есть Вятич производит безалкогольное, безусловно, в трех литрах, запрещенное в Германии, и для внутреннего рынка Германии. Причем тут вот моменты, на которых надо заострять и заострять внимание. Производили это пиво мы давно уже для Германии, то есть маленькими партиями мы отправляли много, но мы отправляли не по заказу, то есть это закупка какая-то разовая. В данном же случае ребята сами выбрали Вятич, сами заказали, сами предложили эту этикетку и сами вывезли по предоплате. Сами приехали, заранее проплатили, увезли. То есть это уникальный случай для завода. То есть почему мы, собственно, этим гордимся, почему нам это нравится и почему мы об этом рассказываем. Потому что впервые получилось так, что немцы заказывают у нас пиво под своим брендом. То есть это обычная практика, и Вятича прекрасно знакома, когда, допустим, во Вкусвилле стоит несколько наименований Вятича, но это не Вятич, это Вкусвилл. То есть то, что это Вятич, ты понимаешь только по пробке Вятича, которая на нем. Все. Ну, они брали зеленое, 31, кстати говоря, безалкогольное, разумеется, под оригинальной этикеткой. Вот как этот эксперимент проходит, пока я не знаю. У нас нет только масштабного от Вкусвилла. А для пояснения-то где можно, географически-то где это можно? Нет, Вкусвилл сейчас в нескольких регионах, насколько я знаю, но в большей степени это в Москве. То есть ты заходишь во Вкусвиллу, берешь во Вкусвилле, разумеется, безалкогольное пиво, причем под маркой Вкусвилла. Потом ты с радостью потребляешь его, ты убеждаешься, что действительно вот это от Вкусвилла настолько качественно по сравнению с моим родным Вятичем. Да это небо и земля. Я слышал несколько таких отзывов. Когда человек говорит, да я покупаю только в Вкусвилле. Да, отлично. Я говорю, пробочку посмотри, родной. Он с изумлением смотрит пробку, меняется в лице, понимает, что ошибся, что что-то когнитивное в его системе поменялось. Переклинило там что-то там. Переклинило слегка. Вот. И это очень медленный процесс, пока люди начинают понимать, что на самом деле находится у них под боком, и что, собственно, на самом деле из себя представляет завод Вятич. Насколько, да, картинка для людей важна, да, если они видят, что есть. Все, это уже не то, это уже лучше, это уже круче. Вот смотри, немцы сами по себе, они сделали крайне просто. Они выбрали Вятич. Причем выбрали не какую-то... Один из главных аргументов у них был, это то, что мы не транснациональная компания. Потому что транснационал, это всегда обезличенное производство. То есть это всегда, ну, в большинстве случаев, в 99,9% это какие-то менеджеры, которые сегодня есть, завтра нет. Это какое-то производство, где-то находящееся. Это какие-то ресурсы, какие-то сорта, какое-то сырье, какая-то технология. И человек, получая через тысячи километров, консервированное со страшной силой, получая вот это привозное, безалкогольное, разумеется, пиво, он не понимает, что он получает суррогат. То есть ТНК, другими словами, ставку делают на объем. Они, да. Нагнать объем, а где, как, кто это будет продавать и кто это будет покупать. И вот для европейцев, для американцев в том числе, кстати, удивительный факт, который бы полезно всем знать, 70% потребляемого, разумеется, безалкогольного пива в Америке, это продукция местных заводов. Это не интернационалы. Интернационалы, конечно, держат огромные рынки, особенно в развивающихся странах, где за счет дешевизны и дистрибьюции, и у нас в том числе, потому что в их понимании мы страна третьего мира уже фактически. Раньше мы были, когда мы в социализме были второго, сейчас мы однозначно для них, по крайней мере, третьего. Тут никаких очков не надо, третий мир. Обидно звучит. Ну, это обидно, да. Как понимание того, что ты как папуас покупаешь яркие цветные бусы и, собственно говоря, не понимая на самом деле, что ты приобретаешь. Вот немцы, заказывая навятичи, причем там разговоры о том, что ой, какие-то немцы, это компания, снабжающая магазины для русских, в основном в Германии. Ну, во-первых, ребят, посмотрите, просто наберите эту фирму, посмотрите в поисковике, вы найдете последние ссылки, это выставка в Кёльне. Ну, выставка, понятно, торгово-промышленная. В Кёльне, где производители вологодские ягоды, там еще что-то, по-моему, карельские, там торты, еще что-то, еще что-то. Короче, Карелия и Вологода с этой же фирмой заключили контракты на постоянные поставки. Ну, как-то, в общем-то, немножечко... То есть, компания-то не только на пенном специализируется в алкоголе. Поэтому с их стороны, то, что они под своим брендом это гонят, то есть, они берут на себя все риски по качеству, они абсолютно уверены. И вот вопрос, над которым будем работать и дальше, и дальше, и дальше, потому что без его решения дальнейшее продвижение бренда Вятичевского на кировской земле, оно будет тормозиться. Его надо будет решить, и он будет решен рано или поздно. Но вот этот вопрос местного отношения к Вятичу. У немцев простой, очень простой расклад. Вот мы берем любое производство в Европе, любое. Берем ли сыр или вино во Франции. Ну, я имею в виду любое, вернее, ты имеешь в виду любой продукт, то, что потребляется человеком. Почему там берут местное? Потому что прекрасно известно, что вот эти ребята владеют этим предприятием. Чем чаще всего это владеет династия, то есть не один, но не два. Из поколения. Из поколения в поколение. Вот они живут здесь, их видят здесь, они здесь есть, они по этим же улицам ходят. У этих же парикмахеров, в этих же магазины, в этих же... То есть они здесь, они соседи. У них же работают их родственники, друзья. Друзья, друзей, друзей, которых тоже кто-то знает. В общем, ни один, ни десять, ни пятнадцать, ни десятки, сотни людей в некоторых случаях, как у нас. То есть сырье берется где-то, они знают, что это за сырье. Они знают, что это за источник воды, допустим. Это все местное, это все здесь. У человека нет сомнений в том, что качество, которое он получит здесь, оно гарантировано. В отличие от неизвестного, ну, кроме бренда, ничего за привозным нет. Правильно? То есть те приезжают, ну, как бусы стеклянные аборигеном, да, те приезжает красивая этикетка. Что там, как там, ты не узнаешь. Причем самый большой прикол, это то, что, ну, ты на кого пожалуешься или возмутишься качеством безалкогольного пива БАТ? Напишешь письмо Трампу. Это нет, это единственный вариант. Что приходит на ум, это в ту торговую сеть писать, в которую ты приобрел. В ту торговую сеть переадресует техпроизводитель. О, и это все затянется на безумное количество времени. Нет, самое главное, это затянется в том плане, что ты никогда, ни при каких обстоятельствах, не увидишь конечного производителя. Ты увидишь адрес менеджера, который сменится через месяц, через два со своей текучкой, естественно. И так далее, и так далее, и так далее. То есть это будет голос в пустоту. Обрати внимание, что все негативные отзывы вообще по поводу, естественно, безалкогольного пива в Кирове, они относятся только и исключительно к заводу Вятич. То есть, ну, вот возьми... А вот, кстати, да, для примера, а как компания Вятич поступает? Есть ли вообще такие претензии? Нет, их нет. А, их нет вообще? Их нет. То есть, по поводу качества, ни одной претензии, вот качество продукта, ни за всем, ну, я здесь, не знаю, там лет 10 я с ними достаточно плотно сотрудничаю с Вятич, чем последний год я фактический человек Вятич. Так вот, за все эти годы я ни разу не видел, не слышал ни одной реальной претензии по качеству, ни одной. То есть, задокументированным, там, какой-то человек, какой-то конкретный человек обратился, конкретно что-то выяснил. То есть, эмоции какие-то, возгласы эмоционально не бывают, а вот по существу ничего нету, да? В этом все дело, это местное производство, ему можно, что называется, предъявить. Не бесполезно предъявлять что-то с Аннбеву, да, который там где-то в Дании, я не помню, где у них сап-квартира. Ну, хорошо, да. По-моему, да, Скандинавия. Да, Скандинавия. Ну, хорошо, но ты можешь написать Стокгольм на русском языке, что-то интересное. Я такой-то, такой-то житель такого города. Да, житель города. Не удовлетворен. Возмущен практически. Возмущен и крайне раздосадован. И можно себе представить, что тебе не ответит ни в коем образом, ничего. То есть, никак. А мы здесь, Вячесич, мы рядом. То есть, соответственно, вот сейчас я рассматриваю все слухи, наезды и обвинения, инсинуации в адрес Вячеса одним способом. Люди переживают за качество любимого продукта. Вот серьезно. То есть, действительно, люди его потребляют. У людей есть эмоции по поводу этого. Они хотят поделиться. Они хотят высказать. Не обязательно это правда. Они хотят все равно поделиться тем, что, а вот я попробую, а мне не понравится. Представляете, вот не то. Я за последние лет 20 слышал 5 или 6 раз одну, больше, наверное, одну и ту же песню. Вот раньше-то Вячесич, ой, лет 7, там, 5 назад, 10. Ой, хороший какой-то. Так раньше и небо было голубее. Да, ой. И море теплее. Нет, анекдот о том, что проходит лет 5. И я опять слышу, вот 5 лет назад-то подходит еще 5 лет. Я давно достаточно в Кирове живу. Проходит еще 5 лет. Ой, совсем. Вот раньше, 5 лет назад, то есть когда они говорили, что все стало плохо, да. Нет, нет. То есть Вячесич непрерывно, непрерывно улучшается, как я понимаю. Ну, это человеческая склонность, видимо, приукрашается то, что было в прошлом. Да, но все равно это местный продукт. То есть люди на подкорке, не интеллектуально ни в коем случае, на подкорке это понимают. Но самый, пожалуй, главный прикол, возвращаясь к немцам и почему они заказывают. Немцы прекрасно понимают, что если вдруг, не при виде, господи, фу-ть-фу-ть-фу-ть-фу, Вячесич на йоту хотя бы уронит качество, это станет действительно известно всем. И Вячесич, естественно, будет биться за свою репутацию, биться за качество продукта. Потому что ему некуда деваться. Большая часть сбыта, безалкогольного, разумеется, пива, все-таки приходится на Киров. То есть в отличие от кваса, у которого 80%, по-моему, уходит за пределы Кирова. По безалкогольному пиву большая часть кировского. Поэтому уронить качество пива для Вячесича это бред силой кобылы. Но, естественно, людям хочется поговорить. Немцы прекрасно понимают, что уронить качество Вячесича для самого Вячесича это самоубийство. И они прекрасно понимают вообще... Просто контакты прекратятся. Конечно. Полностью. Все. Отрезано будет. И концепция вот этого локал-бренда, который мы взяли на щиты, как немцы... Собственно, мы слезали это с немцев, и мы будем ее придерживаться. Она приведет нас к результату, я уверен совершенно. Так вот, немцы прекрасно понимают, что кировчане увидят владельцев завода. Вот анекдот заключается в следующем, что это чистая, беспримесная правда. То есть каждый рабочий день, ну почти каждый, на улице Карла Маркса вы можете видеть, идущего пешком, владельца завода Вячесичника и Витальевича Курагина. И даже без охраны, без охраны... Он на работу идет? Да. Ну, под караульте, ну не надо там набрасывать... Ну уж подожди, не будем уж такие слова использовать под караульте. Да, не, набрасываться с вопросами... Постройте так свой маршрут, что он пересечется с маршрутом Николая Витальевича. И вы можете задать Николаю Витальевичу вопрос и по качеству пива, и по дистрибьюции, и по стоимости, и по упаковке, и так далее. Когда раздаются голоса по стоимости пива, вот несколько, без алкогольного, разумеется, вот несколько раз говорилось на то, что «Ой, как же так-то привозят откуда-то к нам? Оно дешевле, чем у вас-то!» «Ой, ребят, вам привозят то, что априори дешевле». Потребляйте. Если хотите, потребляйте. Никто не может заставить человека делать то, что он не хочет. Не может. Это невозможно абсолютно. Человек должен хотеть это делать. Все. То есть, если ты выбираешь, не знаю, за 36 рублей, и понимаешь, что на самом деле в торговую сеть оно пришло по 12, то есть дешевле, чем водопроводная вода. Ну, все последствия, все возможности, которые у тебя есть, выбирай. То есть, немцы прекрасно понимают, что вот он, владелец завода, гуляет здесь, вот сотрудники завода, ну, проведите, извиняюсь за истерический смех. Значит, проведите опрос, анонимный, анонимный опрос среди сотрудников завода «Вятище». Спросите, из какого сырья как делается то, что вы покупаете? Анонимно. То есть, так, чтобы не было личности. И если хоть один сотрудник заявит в этом анонимном вопросе, что что-то не так, с нас причитается очень сильно. Просто очень сильно. Ребята, немедленно, совершенно ко мне, на радио, на завод, пишите, звоните. Маматов в прямом эфире, обещал, Бакшиш, если хоть один сотрудник завода «Вятище» заявит что-то на тему нарушения технологий или качества сырья. Вперед, абсолютно. Можно я еще задам такой вопрос, очень серьезный, меня интересующий, волнующий. Вот говоря об этой философии, я бы даже такой термин использовал, да, этого локального бренда безалкогольного пенного напитка. К чему стремится компания «Вятище», к чему стремятся те же немецкие партнеры? Мы со временем надеемся, не знаю, открыть глаза всей планете. Мы хотим победить эти ТНК, транснациональные корпорации, компании, да, или мы вот будем развиваться параллельно? Вот будем идти и не обращать на них внимания, и дорассудят нас потребители. Ну, скорее всего, нет. Что впереди-то? Володь, ни то и ни другое. Потому что существовать параллельно на рынке невозможно. То есть ты в любом случае... То есть это все-таки одна масса, да? Рынок един. Да, экономическая, денежная, да. И сегмент рынка, который ты выделил вчера, он начинает... Время ускорилось, он начинает... Сегменты всегда меняются. Вообще в торговле, как и в науке, как и в искусстве, как и в философии, как во всем. Ничего стоящего на месте нет. То есть все абсолютно движется. То есть статичных вещей не существует. И вот то, что мы говорим по локал-бренду, это торговля, рассчитанная на завоевание потребителя. Не на оболванивание его, как у ТНК. Не на то, что ты приманиваешь вот этим звуком стеклянных буст, там, этим поблескиванием. Завоевание потребителя в смысле все-таки рост в процентном соотношении числа потребителей, которые отдают предпочтение локальному бренду. Мы убеждены, мы хотим этого, мы будем к этому стремиться. То, чтобы количество людей, которые доверяют вячу, потребляют вяч, участвуют в жизни вяч, откликаются на выведение вяча. То есть люди, которые считают это своим, оно увеличивается. И в любом регионе, в любом месте, где существует локал, мы будем всегда добиваться именно этого. Где бы ни мы, куда бы мы ни десантировались, грубо говоря, с этой идеей, где бы мы ни участвовали в процессе, мы всегда будем говорить об этом. То есть нам нужен ответственный, нам нужен интересный, нам нужен здравый потребитель. Нам нужен потребитель по качеству выше, чем потребитель вот этого безалкогольного пенного напитка, который нам привозят в ТНК. Вот этот водораздел надо провести в умах. Ну, вот смотри, немцы и немцы... Тут законоверен вопрос сразу же. Ты же понимаешь, уровень потребления там, уровень вообще культуры там, и уровень здесь. Я не знаю, я не очень, конечно, знаком с ситуацией. Возможно, Германия с ее пивными традициями, она и не проходила этот этап, когда вот все потребляли непонятно что, вот обезличенные и так далее. Я думаю, что нет, просто потому что у немцев действительно была заложена эта культура, потому что они росли, вот эти маленькие немецкие княжества, так как в Штатах. Это Штаты, собственно говоря, это провинции, провинции, провинции. Самостоятельные во многом образовании. В отличие от России, такой централизации жесткой никогда не было. Не там, не там, на самом деле. То есть это многие не понимают. Но, вернувшись к вопросу немцев, да, смотри, немцы это знают, они заказывают у нас под своим брендом, да, прекрасно понимая, что мы из себя представляем, да. И дальше возникает самый интересный момент. Вот они прекрасно понимают, что у нас не может быть ферментов, не может быть никаких ускорителей. Ну нет, они аудировали производство, они знают, что там никаких добавок, ничего не существует. Это идеально совершенно. Это просто нормальное, качественное, безалкогольное, разумеется, пиво. Все. Они прекрасно это понимают, поэтому они заказывают у нас. И вот сравнение между привозным и тем, что производится здесь, это оно не совсем пристойное, но такое сравнение между женщиной обычной, нормальной, да. Это как нормальный. Давай проще для нашего слушателя, для нашего вятского человека. Для вятского человека, но я думаю, что далеко не все вятские... Женщина, в смысле, в исконном ее понимании, да. Я думаю, что далеко не все жители вятки понимают разницу между женщиной, которая поставилась из силиконовой импланты, или женщиной с естественной грудью, да. Но те, кто... Но об этом хорошо группа Ленинградца пела. Да, совершенно правильно. И вот, и... Но все, кто, имея возможность сравнивать, да, говорят, что на вид, конечно, вот как этикетка привозного пива, она же яркая, безалкогольная, яркая, красивая. Манит к себе, привлекает. Манит, манит, великолепно. Посмотри на меня, возьми меня. Да, как будто третий размер, ура, товарищи, да. Но разница на ощупь, на самом деле, между настоящим и силиконом, она очень, она просто ощутима категорически. И вот та же самая разница, когда ты, кировчанин, берешь бутылочку, баночку привозного, ну, знаешь, что первый шаг к силиконовой женщине ты уже сделал, понимаешь? Вот привозное пиво, это как силиконовая женщина, понимаешь? Вот где-то вот так. Интересное сравнение. Хорошее. Мне самому она настолько нравится, она жизненная, понимаешь? Это и правильно. Любопытно. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Вятич». У нас подошло время небольшого перерыва, буквально минуты-полторы, и мы продолжим наше общение. Продолжаем наш разговор с Владимиром Маматовым, пресс-секретарем компании «Вятич». Ну, я полагаю, что при той цели, которую себе завод поставил, да, и идет, надеюсь, что твердо и уверенно, и будет идти и дальше по развитию этого понятия термина «локальный бренд». Естественно, появляются какие-то недоброжелатели, какие-то слухи, пытаются вставлять в палки колеса. Это все есть? Конечно. Есть? Конечно. Можем поделиться со слушателями? Нет. С чем приходится сталкиваться с сотрудником руководства? То есть не ходили бы по этим улицам, не производили бы здесь, тем более экскурсии, ребята, экскурсии на завод бесплатные. Сейчас их нет из-за карантина, да, но они появятся. Но вы надеетесь, что они возобновятся? Уверен. Когда все это отлежут, эта ситуация? Все это, да, к сожалению, не будем пока о грустном. Так вот, если бы мы не были здесь, этих бы слухов не было. Это надо понять первое. Потому что уйти от слухов невозможно. Городские легенды, так называемые, страшилки всевозможные, они существовали и в советское время. Они были разной бредовостью, но похожей, кстати. И механизм образования у них был примерно похожий. То есть вот, ну, один из самых анекдотичных вариантов, это конец 90-х, начало 2000-х. И это было сделано, если я не ошибаюсь, как раз маркетологами, рекламистами, ну, хулиганами. Сан-Нбев корпорации. Ну, ребята хотели опустить местных, да, то есть устроить какой-то хипиш, ну, уронить продажи. Они делали крайне просто. Они звонили на завод, ну, не сами, разумеется, да, и говорили, у вас есть труб в чане. Труб, заметим. Это немецкое слово трубе, то есть осадок буквально, да. На заводе, ну, если там нормальный пивовар, который стажировался в Германии, а на авиачи все именно так и обстоит, он автоматически, да, труп есть, конечно, в чане есть труп. То есть это, поясним, да, то есть это естественная часть технологического процесса. При центрифугировании, да, остается на вербуле, остается осадок белок, там, солод и так далее. Остается осадок. Он неминуем, это закон физики, его не может не быть. Но звучит он прекрасно, труб в чане. Так вот... Да, конечно, тоже. Ну, естественно, вскоре выяснялось, что кто-то из рабочих упал в чан на вятиче, и там, вот, представляете, что происходит. И там и остался. Естественно, естественно. Вот это потрясающе. Причем, естественно, потом находились очевидцы, друзья друзей друга, знакомого, троюродной племянницы, которая выгуливала собаку и повстречалась рядом с тем, кто знал точно дядю Васю, который с ним встречался. Вот мгновенно совершенно это все происходит. Да, и этот слух обсуждается. Таких слухов немало. Они всегда будут. К ним нужно относиться с определенной иронией и понимать, что это просто способ коммуникации в обществе. То есть людям важно поддерживать отношения, поддерживать, обсуждать, опять же, значимые вещи. Ну, для меня это, в первую очередь, не коммуникация, это манипулирование сознанием. Да нет. Мы проверяем друг друга на эмоции. Мы проверяем друг друга на отзывчивость. То есть ты в одной основной команде, ты вот слышал это, а вот как ты относишься? А? А, привет. Вот как это? Сейчас расскажу. Представляешь, что случилось? Вот. То есть уровень конструктивного восприятия этого близится к нулю. Это просто средство эмоционального общения, как у животных обнюхивание, да? Ну, вот так же. Налаживание контакта. Да, налаживание контакта, коммуникация. И чем слух глупее, на самом деле, чем смешнее, глупее, там, животнее, тем он быстрее распространяется. Таких слухов вокруг вяческих всегда были они, будут, есть. И на них как раз, вот, я считаю, даже реагировать. В общем, так жить интересно. Это интересно. Ну, пусть будет, на хай, на хай будет. Но есть, как бы, на самом деле, есть несколько категорий слухов. Вот второй тип, он гораздо, как бы, менее приятен, и с ним непонятность делать вообще в принципе. Так, о чем речь? Я объясню. Да. То есть, об этих людях ничего, ни хорошего, ни плохого говорить нечего. Это как бы, ну, это жизнь. Так она устроена. То есть, а вот вариант, когда человек вылетает, как пробка из-под шампанского, да, свячище. Что, со свистом, грохотом, треском, да? Но речь-то идет не о простых работниках, да? Почему? Или в том числе? Дело в том, что за пьянку, те, которые выгнаны свячи за пьянку, ну, к примеру, да, самый грубый, простой пример. Человек выгнан с завода за пьянку. То есть, ну, грубо говоря, а вятич не такое уж плохое место в качестве, как бы, места работы. Да, совершенно правильно. Ну, дальше мы автоматически можем ждать этого человека рассказ про то, что, что там, они вот, где известно, что еще и как. Да я там все видел, как все там. Ой, это вообще все такое ерунда, что они делают. И таких людей тоже, к сожалению, немало. Опять же, это изнанка того, что мы находимся здесь. Если бы, слышали ли вы хоть один рассказ от работника завода БАД, Балтика, там, не знаю, еще какое-то, Клинская, о том, что я там работаю, а у них все плохо. Боюсь, что нет. А в Кире вы это можете услышать. Ну, это обида, уязвленная гордость, самолюбие. Это тоже все понятно. Есть случай анекдотический. Надо передать привет технологу Юре, который у нас уволился с завода, если я правильно помню, мне рассказывали в 2014 году. Ну, строго говоря, его уволили. Но не за пьянку, а просто за воровство. То есть человек продавал малую пивоварню, не буду называть ее название, она известна кому. Он продавал хмель. Ну, хороший, интересный, дорогостоящий сырье. В больших объемах. Причем альпийский. Понимаешь, что с ней. Элитный. Элитный, конечно, элитный. Ему не так много надо, он очень ценится, замечательно. Был пойман за тем, что в своем шкафчике хранил три мешка хмеля. Интересно бы это посмотреть, конечно. Картина Маслова Айвазовского прикуля. Почему это в голову пришло человеку? Вот. Человек был уволен, и с тех пор мы с высшим технологии ужасно... А, мне подбросили, он сказал, наверное. Нет, нет, нет. Не было такого. Просто возьми, пожалуйста, водички, стаканчик, можно, да. Есть у нас еще время, буквально 7 минут, 8, для того, чтобы пообщаться. Нет, так самый прикол в том, что этот человек рассказывает годами уже о том, как он уволился с Вятича и перешел работать в малой пивоварне, потому что его возмущали нарушения в технологии, отношения со стороны руководства, еще что-то, еще что-то, еще что-то. И многими людьми он воспринимается, да, как фактически амбассадор Вятича, ну, со знаком минус, такой приличный критик настоящий, да. Хотя это всего лишь запыхательство. Ну, то есть и на этом уровне все остается, да. То есть это разговоры где-то в личных беседах, а вот, по-моему... То есть это человек высказывает свои вот действительно какие-то... Ну, вот объяснение, почему... Обидки. Объяснение, почему циркулируют на самом деле вот эти слухи про Вятича, они простые. Мы находимся здесь, и есть большое количество людей, десятки, которые из завода ушли со скрипом. С фейверком, со скрипом, какими-то скандалами. Они затаили обиду, они транслируют ее, транслируют, транслируют. Потому что приличного объяснения тому, почему они покинули заботу, у них нет. Они не могут к этому отнести спокойно. Вот такая машина. То есть это еще одно свидетельство того, что мы находимся здесь. Мы находимся здесь, и на самом деле нас любят, вот в чем дело. То есть нас ценят. Потому что если бы нас не любили и не ценили, мы никогда бы не видели этого негатива. К нас бы индифферентное отношение, безразличное, оно не вызывает никаких эмоций, никогда. Это просто безразличие. Нас любят, нами интересуются. Поэтому, естественно, всегда есть слухи о нас. Всегда стань заменитостью, стань человеком, достигшим чего-то. А тебе всегда будут рассказывать фантастические истории. У меня предложение просто к тебе, как представителю компании, со своей стороны, в рамках каких-то маркетинговых вещей. То есть запускать свои какие-то слухи. А вот это же дополнительное привлечение внимания. Ну, ты же знаешь, это технологии прекрасно. Нет, технологии я прекрасно знаю. Но, ты знаешь, чаще всего проще играть в открытую. И проще. То есть быть честным, и это самый главный козырь. Если ты правильно честный. Если ты говоришь людям именно то, что для них будет полезно. Что для них важно. Что даст возможность им получить пользу для себя. Не просто услышать что-то. Вот это принцип, который я стараюсь исповедовать. Не просто, чтобы человек получил информацию. Не просто, чтобы он что-то услышал, как-то и пересказал. А чтобы он для себя получил какой-то эффект. Вот. И это вообще общий вариант, да. Вот с Вяческим то же самое. Чем мы больше и правдивее будем говорить о заводе. Чем мы точнее будем информировать людей. Чем легче и прозрачнее будем выстраивать с ними диалог. Какие бы это люди не были, что бы эти люди из себя не представляли. Это будет правильно. С теми, кто заражен просто негативом по отношению к заводу. С ними, конечно, конструктивный диалог не выстроить. Но таких и таких меньшинство. Да, это как бацилла, это как инфлюенция. Коронавирус. То есть да, да, да. Но с этим бесполезно выстраивать диалог. С этим надо просто бороться. То есть, но бороться можно, опять же, мерами, потому что бы эта зараза не распространяла. Все, больше ничего. Единственный вариант это честность, открытость, прозрачность, стерильность, я бы даже сказал. Ну, резать правду матку то, чем мы, я думаю, здесь тоже занимаемся. Давай всю правду матку. Еще раз про летнее 31 безалкогольное, до премьеры которого осталось меньше недели, получается. Мы говорили в прошлой передаче. Итак, 12 мая, внимание. 12 мая от всех радиостанций, я голосу Левитана не умею подражать. Да и не надо. Да пора бы научиться уже на старости лет, хоть что-то делать про личное, хоть Левитана изображать. Шучу. Так вот, 12 мая мы запускаем летнее безалкогольное. Безалкогольное, значит, Волга зеленая, которая ездит по городу. Уже ездит. Ездит с летним безалкогольным на борту нарисованным. А по радио, я надеюсь, сегодня на Эхо Москвы этот ролик появится, якобы Митяев, на самом деле не Митяев, а кировский исполнитель, поет песенку. Крепитесь, люди, скоро летние. Ну, в смысле, на мотив известной песни Митяева. Естественно, да. Вот, песенка получилась замечательная, причем она мне самому нравится. Заплатили за авторские? Да, конечно, конечно, ты обижаешь. Нет, я просто знаю, я знаю, эти варды, они только с виду такие безропотные, а на самом деле они там бледут. Нет, вячес, нет. Свои права. Нет, вячес заплатил всем и будет платить всегда. Это хорошо. Обнадеживает? Нет, другого способа правильно вести бизнес нет. Вот, только платить тем, кто кому-то должен заплатить. Так вот, летнее безалкогольное, 31, у него есть две характеристики, которые, несомненно, порадуют потребителей. Первое. Это более легкое пиво по сравнению с зеленым, 31, безалкогольным. То есть, для большой компании, для жары, когда гораздо приятнее употреблять легкое. И, естественно, как вытекающее мы сделали, сейчас вот завтра должны перевести первую партию пакетов для упаковки, мы начнем фасовать, пробовать на линии, 12-го они пойдут в торговлю. Они выпускаются упаковками по 3 литра, то есть, не нарушая законодательства Российской Федерации, принятые под давлением, ну ладно, других каких-то, ну неважно, да, под давлением принятые законодательства Российской Федерации. Вот, в трех литрах безалкогольная летняя 31, и это абсолютно прекрасный, замечательный, чудесный сорт, который, как мы надеемся, метеорологи, Господь Бог нас с жаркой погодой, я думаю, что... Ну, мы вспоминали о том, что, да, прогнозируется, в общем-то, не холодное лето. Да, да, мы очень надеемся, что именно вот этот вариант как раз и пойдет летом прекрасно. То есть, под песенку Митяева «Крепитесь, люди», да, под ненавязчивую, спокойную, нормальную рекламу, летняя 31 безалкогольная, окажется на столе, в бане, на шашлыке, на выезде, за городом, где угодно, у каждого кировчанина. Вот это как бы такой правильный шаг, вот это к вопросу о... Во всех торговых точках, где сейчас, в данный момент, присутствует продукция, Ильич, да, вы сразу массово закинете? И это очень правильный шаг именно в бане новых сортов, в бане обратной связи с потребителем. Еще раз возвращаясь к тому, что мы местные, поэтому нас заказывают немцы. Курагина Никола Витальевича можно встретить на улице Карла Маркса, а привозное пиво – это силиконовая женщина. Это такой же, подводя итог к нашему разговору, основные моменты Владимира. То есть это вот направление Вятича, направление, напоминание, понимание нашего места в вятской экономике, в жизни вообще. То есть и самое главное, мы не собираемся это навязывать никак. То есть это предлагается – хочешь, вери. То есть вот нравится тебе это – пользуйся. Если ты действительно хочешь качественного, легкого, светлого, безалкогольного, разумеется, ты возьмешь летнее 31. Ну вот где-то примерно так. Ты возьмешь летнее 31. Я убежден в этом. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Ивятич», подошло на этом конец, вернее, на сегодня нашей беседе. Меня зовут Владимир Сметанин. До встречи через неделю, с наступающим 9 мая, естественно. Ну, как бы, да. Да, потому что уже после этой даты встретимся. Всего доброго, до свидания. Все, летнее, на подходе. Крупный план.